Торт я уже выровняла белковым заварным кремом. Внутри у меня начинка сникерс с соленой карамелью. Украшать буду тоже торт белковым заварным кремом. Посмотрите, какой плотный крем. Очень плотный и одновременно воздушный. Посмотрите, как он держится на ложке. Даже если привернуть, он никуда не денется. Низ торта буду украшать вот такой вот круглой насадкой маленькой. Буду сейчас по низу торта отсаживать узор. Не знаю даже, как назвать. Он очень похож на морские маленькие волны. Получается, отсаживаю крем, выдавливаю много крема побольше и потом отпускаю, тяну вправо и поменьше крема отсаживаю. И вот такие вот завитки. Вот такие. Вот такие вот. И можно дотянуть до конца. Посмотрите, как уже выглядит красиво. И сейчас с этой же насадкой делаю узор сверху, делаю такие небольшие завитки, сначала здесь высшить сажу и тяну в сторону, затем здесь поменьше. Вот так. Нужно загибать, а то у меня не получилось в первый раз. Вот так получается очень красиво. И снизу по серединке ставим такую точку. И дальше продолжаем отсаживать такой узор. И снизу ставим точку. Как будто, вы знаете, напоминает запятые. Снизу ставим точку. Есть одна запятая, вторая и точечка. Вот так. Здесь есть одна, вторая и точка. Вот, вторая и точка. Можно отсаживать без насадки, просто взять критический мешок. Вот такой узор получается. Розы буду делать вот такой вот маленькой насадкой розы. Отсаживаю подушечку кремовую. И начинаю отсаживать лепестки. Закручиваю серединку. И отсаживаю лепестки. Каждый следующий лепесток начинаю от серединки предыдущего. Такая роза тоже получается очень красивая, интересная. Конечно, мне очень нравится с большой насадки розы. Но это тоже она своеобразная, интересная роза получается. Чтобы розочка, допустим, нам надо широкая, большая, мы еще отсаживаем крем внизу для фиксации розы, чтобы она не упала. И постоянно протираю насадку. Можно, конечно, оставить розу такой, но я хочу еще сделать ее еще более широкой и большой. Добавляю лепестки. Посмотрите, какая красивая, шикарная роза. И сейчас вот таким желтым красителем с распылителем немножко добавлю красителя. Сделаем ее поярче. Она одновременно яркая и нежная роза. Розы, прежде чем посадить на торт, отсаживаю на досточку. И сейчас поменьше сделаем розочку. Для того, чтобы горлочка поменьше делала, отсаживаю подушечку пониже. И опять закручиваю шапочку и начинаю отсаживать лепестки. Вот такая маленькая роза получилась. Ну, конечно, не совсем маленькая, но поменьше, чем предыдущая. Так. Так. Сажу сначала кремовую шапочку небольшую такую. Средине хотя бы. Так. Сюда высажу самую большую розу. Такую красотку. И все остальные ряды. Рядыше. Так. Одну нужно будет доделать. Немножко потеснить. И доделать одну розочку. Я буду делать вот такой вот широкой насадкой. Белым кремом. Подумала, что листья белым кремом идеально будут смотреться красиво. Весь этой насадкой получаются широкие и красивые. Вот такая красота. Вау! Белые листья, конечно, смотрятся идеально. Как вы думаете, или лучше нужно было бы добавить зеленых листьев? Давайте, как вы получите зеленых листьев? Готовый листья! Мой смысл слепкий. Посмотрите, какой шикарный букет получился. Добавлю еще листьев, где видны просветы. Посмотрите, какая красота! С цветом можно играться, можно делать разные розы, разные цветы. Будет очень красиво. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!